Фаринкоскопическая картина Фаринкоскопическая картина может меняться в том или ином направлении в течение нескольких часов или дней. Региональные лимфатические узлы, как правило, дают значительную реакцию, набухают, что обнаруживается при наружном осмотре, болезненны при пальпации. Вышеописанная форма ангин не вызывается каким-либо специфическим возбудителем. В их этиологии играет роль обычная кокковая флора, чаще всего стрептококковая. В литературе описывается как особая форма пневмококковой ангины. Ангинолежки, протекающие обычно по типу лакунарной ангины, чаще со сливным налетом серо-желтого или серо-зеленого цвета, распространяющимся за территорией нюбных миндалин, например, на заднюю стенку глотки, что более характерно для дифтерии зева, иногда она протекает по типу гриппозного или септического заболевания. Ангина Симановского, Плаут, Вицента, язвенно-плёночная ангина, специфическим возбудителем которой признается симбиоз ветеребразной палочки и спирохеты полости рта. В некоторых случаях язвенно-плёночная ангина протекает одновременно с такого же рода стоматитом. Стоматит – это воспаление слизистой облочки рта, болезненной язвочки с белым налетом. Заболевание возникает иногда случайно, иногда как бы эпидемически. Такую массовую вспышку наблюдал в Финляндии Боткин в 1888 году и назвал его «финляндской жавой». Ангина Симановского, Плаут, Винсента чаще возникает у лиц, истощённых предшествующими заболеваниями. При алиментарных дистрофиях, алиментарно – это пищевая дистрофия, то есть истощение за счёт того, что человек плохо питается. Этим объясняется, что в период войн в войсках различных армий иногда возникали как бы эпидемические вспышки. В некоторых случаях болезнь бывает обусловлена наличием кариозных зубов, перей – это поражение околозубной ткани, генгивита, воспаление слизистой оболочки десны и прочего, что способствует росту и активации вышеуказанных микробов. Следить за полостью рта надо постоянно. При этом в виде язвенно-плюночной ангины на нёбных миндальных появляются поверхностные, легко снимающиеся налёты желтовато-белого цвета. После отторжения некротических участков остаются поверхностные язвы. Налёты желтовато-белого цвета, вот эти плёнки, вот это и есть, можно сказать, колонии этих микробов. Они напоминают собой, вот как плёнка грибков. У грибков может быть вот такая, как плёнка, и у бактерий она может точно такой же. В типичных случаях отмечаются диспропорции между резко выраженными фарингоскопическими данными, это значит налёты, некрозы, язвы, и общим состоянием больного. Самочувствие больного страдает сравнительно мало, температура чуть повышена, называется чуть повышенная температура, субфибрильная или нормальная, боли в горле не резкие. Кстати, немножечко скажу о вот этой вот субфибрильной температуре. Если у вас имеется какое-то повышение температуры, это говорит о том, что у вас в организме тлеет инфекция, как правило, поддерживаемая бактериями. Поэтому срочно надо применять меры для того, чтобы её ликвидировать. Если вы не ликвидируете эту инфекцию, она так и стлеет ваш организм, что дальше балки начнут у вас проваливаться, и будет более серьёзное заболевание. Присоединяющаяся иногда кокковая инфекция изменяет общую клиническую картину. Появляются сильные боли при глотании, температура значительно повышается. В более тяжело протекающих случаях отмечается обильное слюнотечение и своеобразный запах изо рта. Региональные лимфатические узлы обычно увеличены. На поражённой стороне болезненность при пальпации умеренная. В крови повышенное количество лейкоцитов. Особенно отмечу о своеобразном запахе изо рта. Обычно он начинает появляться задолго до появления самой ангины. Вот вам симптом. Запах изо рта. Ждите ангину. То есть идет заселение ротовой полости бактериями и постепенное внедрение их в ткани, биндалин и ротовой полости. Поэтому при появлении подобного незамедлительно принимайте соответствующие меры. Например, после еды полощите рот слегка под солёной водой хотя бы. При отсутствии каких-либо неблагоприятных условий заболевание заканчивается выздоровлением в течение 8-14 дней. При неблагоприятных тянется неделями. Сразу же хочу сказать, тянется неделями. При этом идет заселение организма стриптококовой инфекции, которая, знаете, как диверсанты будет ждать соответствующих условий для того, чтобы только проявиться в том или ином месте при благоприятном стечении обстоятельств. Близко к этому виду ангин стоит так называемая дифтероидная ангина. Некоторые авторы считают, что дифтероидная ангина является одной из двух форм ангины Симоновского Плаут Винсента. Разделяем их ими на а. типичную форму, язвенно-плёнчатую и б. редкую дифтероидную. При последнем почти всегда поражается лишь одна миндалина. Она бывает увеличена, воспалена, покрыта грязно-серым налетом с небольшим количеством фибрина. В отличие от дифтерии, налет снимается сравнительно легко. Под ним остается красная кровоточащая эрозия. Язвый налет выходит иногда за территорию миндалины. Общие лени выражены обычно не резкой. Температура повышена незначительно. Опять скажу, бойтесь повышения температуры. Это указывает на наличие скрытой инфекции в организме. Некоторые сходства с такого рода заболеваниями имеют ангиозное явление при ангиозно-бубонной форме туляремии. Это особый род инфекции, вызванная бактериями Франциселла, что требует при дифференциальной диагностике проведения соответствующего общего обследования. Ангинолюдвига – гнилостная некротическая флегмона «Дна полости рта», названная по имени немецкого хирурга Людвига. Жил в 1790-1865 годах, описавшего это заболевание в 1836 году. В очаге флегмоны обнаруживают преимущество анаэробнет, то есть не требующие кислорода, трептококки, бактерии фузосперихетной ассоциации, а также стафилококк, кишечную палочку и другие. Кишечная палочка. А поступает инфекция большей частью из инфицированных кариозных зубов или околозубных тканей, крипминдалин и загрязненных ран, и ссадин слизистой оболочки полости рта и глотки. То есть хотите, чтобы ваш организм развалился в течение ближайших 10 лет, не следите за полостью рта, и бактерии все сделают за вас сами. Вот почему очень важно следить за здоровьем ротовой полости и профилактически применять разного рода полоскания. Картина разрушения миндалин и ротовой полости в целом при ангинах характеризуется обширным некрозом, то есть распадком клетчатки дна полости рта, набухлостью, а нередко и некрозом расположенных здесь мышц, наличием в них пузырьков газа и резким их озорным запахом. Сохранившиеся ткани на месте разреза сухие, малокровоточащиеся вместо гноя обнаруживается лишь небольшое скопление эхорозной жидкости цвета мясных помоел. Отсутствие наклонности к гнойному расплавлению пораженных тканей составляет существенную особенность ангины Людвига. Особую группу составляют ангины при заболеваниях крови. Ё-моё, вы чувствуете сколько разного рода, в зависимости от того, какие бактерии развиваются в ротовую полость, они провоцируют тот или иной вид ангины. Полощите во рту, полощите во рту керосином. 1-5 капель керосина такого там или вот такого-то, тадикампа, тадиклавка или вообще просто керосина будут надежно предохранять вас от всего вот этого. А граноцелитарная ангина относится к числу редких заболеваний. Само слово еле выговоришь. При фаренгоскопии обнаружатся фиброзные налеты, но быстро наступает гангренозный распад ткани, образуется язва, иногда распространяющаяся на соседние участки ротоглотки, а в некоторых случаях и на гортой, и пищевод. Типичным примером ангины, возникающей вторично в результате заболеваний крови на почве алиментарного токсикоза является ангина при алиментарно-токсической аллейкии. Первоначально применялось неправильное название септическая ангина. Начавшись с катаральных явлений, это повышенная секреция густой слизи или мокроты слизистыми оболочками носа, носоглотки и дыхательных путей, она быстро переходит в гангренозно-некротическую форму. При этом миндалины некротизируются, выпадают из ложа, оставляя обнаженную язвенную поверхность обычно с сильно кровоточащими сосудами. Вследствие явлений геморрагического диатеза возможны тяжелейшие кровопотери из различных отделов глотки и носа. При моноцитарной ангине или ангине при мононуклеозе, это острое вирусное заболевание, чаще встречающееся в молодом возрасте. Заболевание начинается остро, по типу сначала катарально, а затем фолликулярной или лакунарной ангины. Ки-ро-синь. Ки-ро-синь. Носоглоточная и язычная миндалины участвуют в большей или меньшей степени в течение ангины нёбных миндалей, но иногда они оказываются основными участками, где наиболее выражены местные островоспалительные изменения при носоглоточной или глоточной или позади носовой ангине, где видеоизменения определяются ли с помощью задней риноскопии, это такой метод осмотра полосерта. Общие явления и реакции со стороны региональных лимфатических узлов бывают обычно резко выражены, но вместо боли в горле при глотании отмечается ощущение сухости, боль позади носа, иногда отдаются в уши, кашель, заложенность носа, обильные выделения, вытекающие из носа, а также сикающие в ротоглотку. При осмотре последней отмечается лишь небольшое покраснение задних дужек, задней стенки и на ней спускающиеся из носоглотки слизь, что и говорит о том, что это колония микробов, смешанная с лейкоцитами, смешанная с выделениями организма. В некоторых случаях с заболеванием встречается одновременно с поражением других миндалин, иногда самостоятельно, например, в результате пищевой травмы. В части случаев после произведенной тонзилэктамии, то есть удаление миндалин. А что удаление миндалин? То есть если во рту все уже в бактериях, то удаление вот этих уже прогнивших миндалин со всеми этими микробами, ну да, мы их удалили вроде бы как удалили, но весь рот заражен и тут открытая рана и на этой открытой ране естественно начинается действие этих всех микробов и получается еще одно обострение осложнений. Кроме общих явлений, характерных для обычных ангин, здесь отмечается боль не двусторонняя, а в глубине горла, посредине. Если процесс переходит вглубь, развивается воспалительный процесс клетчатки и мышечной ткани языка, так возникает язычный пара или перитонзилит. При абсцидировании чаще требуется хирургическое вскрытие пероральным путем, но иногда наблюдается самостоятельный прорыв гноя в носоглотку. Я как-то все ранее рассказывал, я сейчас вот вспоминаю своих родственников, ближайших. Бабушку, дедушку, папу, маму. Я отмечаю некоторые вот такие вот явления, которые по наследству достались мне и передались моим детям и дали внукам, на данном случае внучкам. Так вот у дедушки здесь на горле был такой шрам, знаете, вот безобразный, он не сшитый, он вот как что-то прорвало, что-то вот так вот вырвалось из горла. И потом вот этот был нагнаительный процесс, который вот так как-то вот так вот зажил. Ну и дедушка с ним, он говорит, и жил, и я спрашиваю, дедушка, что это такое? Да, он особо там не говорил. Так вот это вот как раз вот эти вот все явления, которые далее уже передаются там в организме, по наследству. И знаете, не обязательно, чтобы вот как-то там они там по наследству вам передались там типа там половым путем. Общение, общение родителей с заселенным ртом, с тофилококками, с младенцами, особенно дедушек этих бабушек, от которых там дурно там пахнет, уже старческий запах. Уже там облизывание соски, там просто поцелуи в щечки или еще что-то. Уже вот это, да, ложки, еда с одной и той же посуды, одна и та же чашка, которой пользуется вся семья, она там пьет там воду, напитки. Все это способствует заселению вот такому вот. Поэтому, если вы хотите не получить вот в таком возрасте, как я, не понимая, но сейчас я уже понимаю, что, что, от чего и как, но я-то постоянно в этом деле работаю. Не каждый врач высокой квалификации в этом деле разберется о том, что скрытые инфекции разрушают наш организм, и как это происходит, разрушение организма, мало кто что-то сделает. А вот одно дело, сейчас я вам ясно толкую этот процесс, и далее пойдет, как с ним бороться. Пока же, я так говорю, после еды полоскать желательно рот солевым раствором. Солевый раствор способствует тому, что вот так все вытягивает за счет осмоса, и вы выплюете. И плюс керосинчик, а керосинчик везде лезет. Это к слову, но там дальше посмотрим, что еще будет. Поскольку скопление лимфоидной ткани имеется и в других участках слизистой оболочки ротоглот, наблюдается иногда преимущественное поражение их. В соответствующих случаях применяется название ангина боковых столбов глотки, или же ангина гранул задней стенки глотки. Эти виды ангины иногда возникают у больных после того, как нюбные миндалины были удалены, служа как бы эквивалентом ангины нюбных миндалин у неоперированных. А что нюбные миндалины удалили там? Ну и что, что удалили? Бактерии-то остались. Бактерии-то никуда не делись. Они как были в ротоглотке у нас, так и не остались. Это удалили, а другое там осталось. Они там так же и действуют. Никакого толку. А потом почки болят, сердце болит, суставы. Особое место занимают заболевания по существу, не являющиеся ангиной, то есть заболевания преимущественным поражением лимфоденоидной ткани глотки, но за которыми с давних пор закрепилось название ангина. К ним в первую очередь относится так называемая флегмозная ангина или правильный острый паратанзилит. Сущность заболевания состоит в остром воспалении паратанзиллярной клетчатки и других прилежащих тканей. Гнейродные микробы, чаще стрептококи, я бы их назвал стрептокаки, потому что они нам каку подложат, проникают сюда из глубоких криптлакун, нёбных миндалин, в большинстве случаев во время или сейчас же, после окончания обычной катаральной, либо фолликулярной или лакунарной ангины. А что хотите? Организм заселён инфекцией, он заселён, пропитан её, и мы что-то там такого хотим. В части случаев инфекции возникают тем же путём при хроническом танзилите и в холодной стадии. Некоторые авторы различают три формы или стадии. Флегмонозная ангина, первая – отечная, вторая – инфильтративная, третья – абсцидирующая, это по преображенскому. При инфильтративной форме общие и местные явления нарастают в течение двух-трёх дней, а затем в течение приблизительно такого же срока исчезают без образования абсцесса. Более легко и быстро протекают обычно общие и местные явления, отечность, заглотки, при отечной форме. При третьей форме, характеризующейся образованием абсцесса, применяется обычно термин околоминдаликовый или паратонзиллярный, либо перитонзиллярный абсцесс. Извините за чтение таких сугубо специфических слов. Флегмонозная ангина начинается с боли в горле, чаще односторонней, обычно быстро нарастающей и часто делающейся жесткой, отдающей в ухо или нижнюю челюсть. Реакция со стороны региональных лимфатических узлов обычно резко выраженная и соответствует стороне поражения. Боль усиливается при глотании, кашле, поворотах шеи, открывание рта затруднено и болезненно. Больные стараются держать голову по возможности неподвижно, наклоненную в сторону максимального поражения, либо отказываются от еды и питья. Отмечается обильное слюноотделение, причем поскольку глотание и сплювание резко болезненны, слюна часто стекает из угла рта по подбородку. Из-за отека и инфильтрации глоточных мышц. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!